Российская же Минобороны сообщила, что удары наших самолётов помогли предотвратить наступление террористов на город Хама. А сегодня на авиабазу Хмеймим пригласили иностранных журналистов. О том, что они там увидели, репортаж Дмитрия Петрова. За последние сутки российские лётчики выполнили 85 боевых вылетов, нанесли удары почти по 300 объектам террористов. По данным сирийской оппозиции, и данную информацию подтверждена и правительственными войсками, благодаря точным ударам российской авиации в течение последних двух суток сорваны планы террористов по наступлению в районе города Хама. Причём с нескольких направлений. Эта информация подтверждена по другим каналам разведки. И сейчас мы фиксируем с беспилотных летательных аппаратов, что боевики в данном районе приступили к оборонительным действиям, в частности к оборудованию и форционному сооружению позиций. Но, пожалуй, самый важный результат последних суток, то, что благодаря данным о дислокации террористов, которые передали представители умеренной сирийской оппозиции, была одержана крупная победа. В результате действий российской авиации сирийскими правительственными войсками был деблокирован военный аэродром «Квайрис» в провинции Алеппо. Данный аэродром вместе с сирийскими военнослужащими более двух лет находился в окружении и в блокаде террористов. Хочу подчеркнуть, что сведения о расположении огневых позиций и опорных пунктах боевиков вокруг аэродрома «Квайрис» были нам предоставлены в сирийской оппозиции. Это первый столь серьёзный опыт военного взаимодействия с оппозицией в борьбе с исламистами. Такой успех открывает новые возможности наступления на позиции исламского государства. Эти комментарии генерал-майор Коношенков делает в присутствии иностранных корреспондентов, которые работают сегодня на аэродроме. За всё время работы российской авиабазы в Сирии здесь уже побывало более ста иностранных журналистов. Но сегодняшний пул самый представительный. Здесь 12 средств массовой информации. Телеканалы, информагентства, печатные издания. Для них это, конечно, редкая возможность увидеть, как работают российские лётчики и посмотреть их в деле. Но нам интересно узнать об их впечатлениях, поэтому спросим об этом. Несмотря на то, что наши иностранные коллеги прилетели рано утром и у них была бессонная ночь, уставшими они не выглядят. Каждый спешит отснять как можно больше, загружает вопросами лётчиков и авиатехников. Мы приехали сюда, чтобы увидеть, как живёт российская авиабаза, почувствовать живой пульс боевой работы. Но не секрет, что репортеров интересуют, какие цели здесь, на Ближнем Востоке, ставит перед собой Россия. Мне, как журналисту, интересно было увидеть и понять, как действует российская авиация, какую роль она выполняет в этом конфликте. То, что Россия включилась в борьбу с международным терроризмом в лице ИГИЛ, это лишний раз доказывает, что Россия – это великая держава, от которой многое зависит в мире. А корреспондент греческого государственного телевидения не только охотно отвечает на наши вопросы, но и хвалит русскую кухню. Я сегодня утром тут позавтракал, мне очень понравилось. Мне кажется, что это действительно условие для, если можно так сказать, для современного проживания современной армии. Судя по озадаченным взорам наших коллег, увиденное их впечатляет. Они явно не ожидали, что за столь короткое время можно было создать полноценную действующую авиабазу, по сути, на пустом месте, да ещё с таким комфортом. Дмитрий Петров, Азат Атагонов и Семён Шапченко. Вести. Сирия. Аэродром Латакия.